450 тысяч БМВ Дмитрия Васева явно не стоило. Да и не продавал он машину, говорит, а вписал в залог. Мужчинам нужны были полмиллиона рублей для развития бизнеса. Взял их в ломбарде, Алтай-Спецзайм. По старой дружбе заключил формальную, казалось бы, сделку, подписав, не глядя, чистый бланк договора купли-продажи. Была просрочка, я улетел в Москву, даже не улетел, а уехал в Москву на этом же автомобиле. И не выходил на связь какое-то время. Они меня потеряли, получается. И подали на меня иск гражданскоправовой. И чтобы меня найти, поскорее, они подали, сочинили там легенду, что якобы я продал и взял у них этот же автомобиль прокатиться до Горного Алтая, и потом исчез. Дмитрий вернулся, погасил долг, а проблемы с полицией только начались. Ведь по договору машина уже была продана другому человеку. Правда, денег за продажу не получал, говорит мужчина. В Алтай-Спецзайме же вообще отрицают факт залога ПТС. Позже преследователи договор купли-продажи расторгли, но дело не закрыли. Дмитрий уверен, что это рабочая схема ломбарда, на которую может попасть каждый. Они время от времени изымают вот таким образом автомобили, и они им достаются за копейки. То, что контора нечиста, говорят и другие. В интернете на ломбард пишут гневные отзывы. Люди, ни в коем случае не берите здесь займ под документы и авто. Мы взяли на свою голову, в итоге, приехав к ним за документами, нам сказали, что их нет, а не у кого-то из сотрудников этой шараги дома. Юристы, знакомые с делом, отвечают, что в нем много несостыковок. Хотя бы то, почему потерпевшие сотрудники ломбарда отказываются доказать свою честность. Сами потерпевшие отказываются проходить полиграф. Он прошел. И по договору установлено, что денежные средства по договору он не получал. Точку в этой детективной истории может поставить полиция, поясняют юристы. Мы, в свою очередь, написали запросы ведомства, где просим уточнить, сколько людей попали в аналогичную беду в этом же ломбарде. И не случайно ли такое регулярное стечение обстоятельств. Валентина Аскерова, Александр Антропов, Илья Халяпин. День с толком.